Сильный ветер, замертво упавший, оживает листок тополи. Мощный мастер, поломанный ученик, нет сил подняться. Приветствую, заркоглазые осьминоги! С вами Федорович. Журавли живут в небе, а эксперты на диване. А в вашей экспертности я даже не сомневаюсь, поэтому могу показать это видео только вам. Из этого видео вы узнаете лучшие приемы седовласого мастера против невинных девочек. Наконец-то будете шокированы невероятным спаррингом мастера кунг-фу против его учеников. Ну и я вам не позавидую после просмотра самого кровавого, самого жестокого и невероятного поединка в спортивном карате. Ну а начнем мы с мотиваций. Красавеллами не рождаются, а становятся, благодаря стальной воле и характеру. Ведь только так можно отказать мощнорукой жене. И вместо того, чтобы пасти коров, кормить свиней и копать очередной гектар огорода непонятно для кого, мужик может уделить себе время для тренировок, даже не боясь того, что скажут соседи-алкозавры. Настоящий красавчик, который доказал, когда есть желание, возможности всегда найдутся. Only hard work. Я понимаю, не у всех есть такие идеальные условия для тренировок. Ну что ж, тогда вам придется идти к тренеру, который обожает тренировать новичков. А пока вы в шоке от мастера, я хочу порекомендовать вам «Махач». Это свежая лига боев на голых кулаках, которая уже завоевала сотни тысяч зрителей. Несмотря на то, что пацанам далеко до чхарька, они выдают бешеные бои. Ведь в ней дерутся бойцы международного класса, чемпионы ММА и других бойцовских лиг. Да и новичкам дают шанс, который они используют с лихвой. А судят это все звезды бокса и UFC. В общем, профи своего дела. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал по ссылке в описании. Ну а если вы занимаетесь дюдо или джиу-джитсу, забудьте про этот детский сад. Сейчас седовласый мастер научит вас таким приемом, после которых вы сможете переводить в партер сразу двоих соперников. В женитьбе есть много плюсов, но к ним нужно привыкнуть. А в старости их еще больше, но их нужно найти. Седовласый мастер, в отличие от своих одногодок, сказал твердое нет, домино и пиву во дворе, выбрав для себя путь уничтожителя молоденьких красоток. И это уже достойно уважения. Победоносные приемы деда поражают своей скоростью и жестокостью. Особенно, когда он начинает делать вертушки над поверженными жертвами, показывая свое полное доминирование даже над их, отлетевшими в происподнюю душами. Ну а вообще, дед, конечно, доиграется. И после его видео, пенсионный возраст точно поднимут до 100 лет. Наш мир так невероятен, что в нем нет такого, чего бы не могло быть. Так почему же не может быть мастер, который может уничтожать всех силой звука? Знаю-знаю, многие из вас скажут, что этот мастер-сопляк. По сравнению с бешеной женой, от крика которой лопаются ушные перепонки и вытекают глаза, а все только потому, что я учил алканинзей в наливайке дяди Бори искусству вселенского опрокидывания стакана и немножко до утра задержался. По ошибке можно только купить, но нельзя продать. А к великому мастеру кунг-фу по ошибке вообще попасть невозможно. Ведь чтобы попасть на порог к такому мастеру, нужно, чтобы вселенские линии судьбы сплелись в один узел. Субтитры создавал DimaTorzok Рабочий день длится на до обеда и перед уходом. А вот мастера своим искусством не делятся. Они просто уничтожают наивных учеников в брачном танце. Ведь те даже не подозревают, что мастер демонстрирует танец смерти, после которого выживет только один ученик из всех, который и будет брачным трофеем. Самое тяжелое в продавливании дивана – это то, что ты не можешь отдохнуть ни секунды. Именно таким мастерам пригодится эта техника. Самое тяжелое в боксе – собрать с пола зубы боксерской перчаткой. А самое тяжелое в диванном спорте – это заставить всех членов семьи носить тебе пиво и вкусняшки. Но эта техника вам обязательно в этом поможет. Ну что ж, как ни оттягивай, а полярная ночь все равно наступит. Так и у нас. Я как мог оттягивал это видео. Но пришло время вам ужаснуться, поразиться и просто испугаться того, насколько бывают кровавые и жестокие поединки в спортивном карате. Перед боем тренер сказал своей лучшей каратистке золотые слова «Запомни, дочка, курение – это медленная смерть, а мы никуда не торопимся». После просмотра этого боя даже Чак Норрис пустил слезу. А ведь его слезы лечат даже рак. Хотя он никогда не плакал до этого. После этого боя все мастера кунг-фу покинули свои храмы и отправились в послушание к этим каратэкам. После этого боя его легендарным участникам был оформлен пожизненный дисконт во все аптеки, чтобы хоть как-то залечить душевные раны. Но они выбрали палатки разливного пива. После этого кровавого месива Федерация спортивного каратэ пересмотрела свои слишком жестокие правила и запретила спортсменам вообще приближаться к друг другу ближе, чем на полтора метра. После этого боя все боксеры поняли, что занимаются абсолютно не тем. Ведь действительно, славу бойца и черный пояс можно получить, не теряя зубы и оставаясь с ровным носом. После этого боя все диванные бойцы наконец-то поняли, чем заняться в этой жизни. Вот только они еще ждут, когда уберут вот эти тяжелые прыжочки, после которых обязательно будет задышка. И тогда сразу все запишутся на тренировку. И наконец-то невероятная, тяжелейшая и умопомрачительная победа бойца в синих перчатках за 10 секунд до конца боя со счетом 0-0. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, когда вы встанете с дивана, пойдете в ученики к деду или сразу на чемпионат мира по карате. А поддержать канал и получить мою благодарность за рядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в 1 доллар по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Отсюда работаем левый в печень раз и левой же рукой в голову два, уже выравнивая корпус. Делаем эту работу направленную на координацию. Ребята стоят ровно и бьют живот просто вниз рукой. Это неправильно. Очень классное упражнение для наработки скорости и точности прямого удара. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова